Тема «Второй маргиналии» тоже посвящена предметному вечному акнеистическому миру, связанному со Скинией Завета. И я рассказывал о том, что Киот Завета был увезен в земли Плештим, в города Агат, Аждот, и сказал, что Ковчег наказал народ, наказал Плештим за неподобающее отношение к святыне Израиля. Но особо следует отметить, что филистимляне, осознав все беды, которые может им причинить Ковчег, и пожелав отправить его правильным образом назад, снабдили повозку, на которой передвигался Ковчег Союза со Всевышним, своими дарами. И вот эти дары, они были выполнены из золота, и они в традиции язычников, вативные предметы, они полностью воспроизводили те беды, с которыми пришлось столкнуться филистимлянам. То есть, на самом деле, это были геморролидальные шишки из золота и мыши, те самые грызуны, которые съели урожай филистимлян. Вот эти предметы дальше, как бы в память о том, что совершилось некое высокое чудо возвращения Ковчега избранному народу, эти предметы всегда располагались неподалеку от самого Киота Завета. И они должны были напоминать о том, что Киот Завета всесилен, и это знак Союза народа со Всесильным Израилем. Вот эпитет всесильный как раз говорит нам о том, что Всевышний бывает не только милостивым, но и строгим. Вот этот атрибут строгости Всевышнего, расправа над неугодными, расправа над преступниками, это по существу знак этой строгости Всевышнего в непосредственной близости от Киота Завета напоминало и израильтянам о том, что строгость – это другой атрибут, а милость и строгость в их сочетании составляют наше представление о свойствах Всевышнего. Поэтому те предметы, которые оказались в непосредственной близости от святая святых, не были отринуты, они сами по себе освещаются от того. Геморридальные шишки и мыши при всей несуразности, низменности, если угодно, комичности этих наказаний напоминали и еврейскому народу, что надо бы почитать святая святых и надо бы относиться с древним уважением, не прикасаться, не приближаться, даже не глядеть на святыню. К вопросу о трепете перед святыней непосредственное отношение имеет и судьба священного предмета. Ведь всеизвестно, что Ковчег Союза простоял в храме, построенном сыном Давида, царем Шаламо, Соломоном или Шаламо, простоял в надлежащем ему месте в святая святых храма до тех самых пор, пока народ внутренне не осквернил своего союза с Богом. И мы знаем, что чехарда, череда правителей, приходящих на смену царю Соломону, уже сразу после ухода Соломона, его сыновья вступили в кровавый спор. Так вот, эта чехарда завершилась почти полным отвержением и царства израильского, и иудейского, и, собственно, с этим самым распадом государства на Иудею и Израиль. И в конечном счете привело к... Все это привело к разрушению всего наследия Давида и Соломона, Саула, Давида и Соломона. И как знак того, что история великих царей завершена, Ковчег пропал. Ковчега как бы не стало. Ковчег на самом деле был спрятан. Один из праведных царей, царей, которые старались соблюдать все законы Торы и вести себя подобающим образом, был царь Иосия. Полагают, что перед самым завоеванием Иерусалима, Вавилонским царем, Небуготнесером, Набуходоносером знаменитым, праведный царь Иосия спрятал Ковчег. Другой вопрос, где он находится. И всем памятен фильм Стивена Спилберга «В поисках пропавшего Ковчега». Всем памятно, что интересуются святыни Всевышнего, отнюдь не только евреи, и покушаются на эту безмерную святыню. Многие народы. Тем не менее, наиболее утвержденная и научно выверенная версия, что Ковчег был спрятан в самом Иерусалиме. Более того, в пещере внутри горы Мария, то есть той горы, на которой стоял храм Соломона, разрушенный Набуходоносером, спрятан Ковчег и по сей день. Но поскольку, как мы знаем, гора Мария находится под арабским, исламским протекторатом, и никакой заступ археолога не может проникнуть в твердыню горы, поскольку только у основания горы проводятся раскопки, ибо она принадлежит государству Израиль, и мы можем только гадать, где, на какой глубине, в каких именно потаенных закоуках горы Мария может находиться Ковчег Союза. Словом, главная святыня Израиля скрыта от нас, она утаина, и это непосредственно связано с уходом ощущения трепета перед святыней из народа Израиля. Дело не в Набуходоносере, дело не в чем-либо ином, но только в проблеме праведности и осознании величия святыни Израиля. Есть надежда, есть вера в то, что народ вновь полюбит свою святыню, вновь поймет ее значение, и тогда оно явится нам непосредственно. Такова вторая маргиналия к теме Ковчега. Весь ваш Виктор Кравец. Пока.